Первое слово, вторая волна и третья линия. Зеленая ветка метро готовится к открытию. Когда? Это большие итоги, самые яркие информационные акценты недели от тех, кто увидел все своими глазами. Я Мария Бересневич, мы начинаем. Экологичный транспорт, отопительный сезон и запуск станции. Первый энергоблок БелАЭС готов на 98%. Что еще предстоит сделать? 75 лет славной истории. Бобруйск-Сельмаш продолжает завоевывать новые рынки и наращивать производство. Максим Кемблер расскажет, как сегодня живет предприятие. Как в лучших традициях королевских приемов. Такого дня матери у меня еще не было никогда. Мэр города поздравил милых мам. Как это было? От новинок до классики. На Горького 132 перерезали красную ленту. Спасибо большое городу за заботу о людях. Что предлагают покупателям? Носите маску, мойте руки. Мир накрывает вторая волна коронавируса. Как соблюдают меры профилактики в Бобруйске, проверила Анастасия Шевцова. Комендантский час, новый айфон и отравленная Камчатка. Гринпис выдвинул свою версию эко-катастрофы. Какую? Этот праздник наполнен особой теплотой и искренностью самому главному человеку в нашей жизни. На неделе Беларусь отметила День матери. Пока в семьях еще готовили подарки, мэр Бобруйска уже поздравил милых мам. Как прошел прием во Дворце искусств, расскажет Максим Кембель. Мамочка милая, мама моя, как хорошо, что ты есть у меня. Теплые и искренние слова в адрес самых близких людей для каждого звучат во Дворце искусств. Мамы принимают поздравления от руководства города. В холле расположилась выставка картины бобруйских умельцев. Как известно, живопись успокаивает. Мамы волнуются, но это приятный трепет. Организаторы позаботились обо всем. К месту проведения праздника виновниц торжества сопровождают гусары, как в лучших традициях королевских приемов. Главным гостем на этом празднике становится мэр Александр Студнев. Во вступительной речи глава города подчеркивает, бобруйские мамы – наша гордость. Орденом матери награждены 145 женщин, в этом году их 32. Растет и численность многодетных семей. Отметка перешагнула двухтысячный рубеж. Ну и, конечно же, наше государство тоже уделяет огромное внимание именно многодетным семьям. Это строительство жилья, это кредитная линия, которая открыта для многодетных семей. Ну и, конечно же, те блага, которые делаются именно тоже благодаря нашей стране, нашему государству, в нашем городе. Буквально остались считанные дни до открытия нового детского сада в седьмом микрорайоне. Это тоже очень приятно. Было заложен фундамент по строительству новой школы на 1020 мест. Тоже в седьмом микрорайоне. И строительство еще одного детского сада. Прием начинается со знакомства с мамами. Нужно сказать, личности они разнообразны и трудятся в самых разных сферах. От химической до легкой промышленности. Рядом с героинями их дети. Какая твоя мама? Добрая, отзывчивая, хорошая, любимая, милая. Счастливая, родная, любимая, красивая. Хорошо, мама на самом деле счастливая? Да, мама счастливая. В чем счастье для мамы заключается? В детях. Самая лучшая, красивая, добрая. Всегда нас любила. Любящая, конечно, мама. Дальше любить будет? Конечно, будет. И мы ее будем любить. Заботливо всегда она заботилась. У меня нет слов. Ну, просто лучше. Слова благодарности, стихи и песни. На праздники по-настоящему тепло. Настоящим сюрпризом становятся подарки для мам. Их дети делают прямо во время концерта. И, что самое главное, своими руками. Там руками, там. А тут все дети кидать в себя. Спасибо. В один из моментов праздник идет не по сценарию. Бразды правления в свои руки берет Александр Студнев. Главный тост за милых мам. Я хочу поднять этот пакал именно за вас, за ваши семьи. За то, что вы несете добро и радость. Ваши семьи, свои рабочие коллективы. Ну и, конечно, за ваших детей. Потому что именно они, наверное, наше будущее. И они сокрывают именно наши сердца. И делают нас сильными, здоровыми. И, наверное, наставляют нас, чтобы мы делали вас, милые женщины, подвиги. Именно мужчины. Без подарков с праздника никого не отпускают. Цветы и сувениры для милых женщин. Самый теплый праздник осени отмечается в Беларуси с 1996-го. В этот день люди спешат в цветочные магазины, покупают подарки и сувениры. Дети разучивают стихи и песни. Все усилия ради нее. Самой милой, доброй и любимой женщины на свете. Максим Кемель, Максим Галенка. Итоги недели. Зеленая ветка, отопительный сезон и стоп-ограничения. Беларусьбанк возобновил выдачу кредитов на что? Спросим у моей коллеги Анастасии Пахлёстовой. У нее самый подробный обзор громких заголовков. Беларусьбанк возобновил выдачу кредитов на жилье по 240-му указу. Речь идет об объектах жилищного строительства, которые подлежат вводу в эксплуатацию в 2020-м. Условия кредитования строительства жилья с субсидированием сохраняются неизменными. Ставка рефинансирования Национального банка увеличена на 3%. Первый энергоблок БЛС готов на 98%. Уже проведена загрузка свежего ядерного топлива в активную зону реактора. Выполнены гидроиспытания. На завершающей стадии находится этап физического пуска. Планируется, что энергетический начнется уже в начале ноября. А это производство первых киловатт-часов с выдачих в энергосистему страны. В стране стартовал отопительный сезон. Включение производится в несколько этапов. Первым делом батареи начали греть в медицинских учреждениях, объектах социального обеспечения, школах, детских садах, музеях, государственных архивах и библиотеках. Затем тепло поступило в жилфонд. Следующие в очереди административные здания. Решение в начале отопительного сезона, напомним, принимают местные сполкомы. Новые станции третьей линии метро готовятся к открытию. Протяженность зеленой ветки 17 км 200 метров. Она соединит южные и северные жилые массивы столицы с центром. Первый участок третьей линии включает четыре станции. Ковальская, Слобода, Вокзальная, площадь Франтишка Богушевича и Юбилейная площадь. В стране могут ввести компенсацию при замене обычного авто на электромобиль. Сейчас прорабатываются меры дополнительного стимулирования. В 2020 число экологичного транспорта заметно выросло. Этому поспособствовало введение нулевого размера таможенной пошлины и освобождение от уплаты НДС при ввозе электромобиля для физлиц. Миллиард евро убытков из-за комендантского часа. Франция посчитывает ущерб. Какие отрасли пострадают больше всего? Моя коллега Анастасия Шевцова держит руку на пульсе громких новостей из-за рубежа. Комендантский час ударит по различным секторам экономики, но больше всего затронет сферу общественного питания и культуры. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Лемер. Ранее президент страны Эммануэль Макрон объявил о введении комендантского часа в ряде городов из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Он будет действовать с 9 вечера до 6 утра. Режим вступил в силу в субботу. Почему Франция отказалась возобновлять абсолютно локдаун? Все подробности в конце больших итогов. Спасибо, мои коллеги Анастасия Пахлёстова и Анастасия Шевцова с обзором громких новостей недели. А мы продолжаем. Как дома в городе открылся новый фирменный магазин Бобруйского мясокомбината. Новинки готовой продукции, широкий ассортимент. Покупатели встретили акциями, розыгрышами и дегустациями. Наши корреспонденты оценили масштабы. 13.00 Горького, 132. И здесь открывается новый фирменный магазин Бобруйского мясокомбината. Красную ленту перерезает мэр города и директор предприятия. Свинина, баранина, кролик, птица. Мясо по вкусу тут найдет даже самый придирчивый гурман. В линейке огромный большой выбор сальтисонов, продукты в желе. Акценты на говядину, сыровяленную из лучших частей мяса. Особая гордость нового торгового объекта – ассортимент колбас. Дегустация, как говорится, не отходя от кассы. Докторская, 36-го года. Здесь абсолютно продукция без добавок. Здесь свинина, говядина, мускат нарез, яйца и соль. Все. Больше здесь нету никаких добавок. Она имеет цвет вареного мяса. Также у нас на дегустации представлена московская колбаса варенокопченая, которую мы делаем только по ГОСТу. И она считается одной из лучших колбас в Беларуси. В магазине большой выбор готовой продукции. Булочки, торты, печенье, пицца, курица, гриль, колбаски. Все свежее по доступным ценам. Оборудована зона фудкорта, где можно перекусить. Мы начали выпекать свой собственный хлеб на натуральных заквасках, значит, сравнительно дешевый по цене. Следующим этапом это будут молочные продукты, значит, ну и, скажем так, ориентироваться под магазин фермерских продуктов. На сегодняшний день ведем переговоры с другими производителями, чтобы под торговой маркой «Як дома» выпускать качественные продукты. Параконвектоматы и новые современные холодильники. Оборудованием торговая точка оснащена по последнему слову техники. В магазин приобрели ферментационный шкаф немецкого производства. Он позволяет подготовить говядину для приготовления стейков за 21 день. Это уникальная вещь. Покупателей порадовали и беспроигрышным лотереей. Новым магазином горожане довольны. Продукция очень хорошая, все очень вкусное, свежее. Колбасы замечательные. Очень хорошо, что в ассортименте птица, утята я очень люблю. Спасибо большое городу за заботу о людях. Магазин ждет покупателей с 8 до 20, без обеда и выходных. Анастасия Пахлёстова, Максим Галеонко. Итоги недели. Вторая волна коронавируса принесла в Беларусь некоторые нововведения. Теперь иностранцы, которые не включены Минздравом Беларуси в перечень государств, с неблагополучной ситуацией при прибытии в нашу страну обязаны иметь при себе документ, где подтвержден отрицательный анализ на COVID-19. Срок выполнения не позднее 72 часов до даты пересечения госграницы. Такие меры предусмотрены постановлением правительства. 2 октября 2020 года принято новое постановление номер 81, которое регламентирует подходы к определению контактов первого и второго уровня. Дано определение тому, какой контакт является близким. Это контакт менее чем 1 метр на протяжении более чем 15 минут. Данный контакт является близким контактным. И люди, которые на таком расстоянии были от заболевшего человека, являются контактами первого уровня. Также Минздрав сократит срок самоизоляции для тех, кто прибывает из стран с неблагополучной эпицитуацией и контактом первого уровня. Теперь он будет длиться 10 дней. На седьмой проведут исследование на коронавирус. Наблюдать за пациентом будут до последнего. Отпустят с карантина только при условии, что все в порядке. Осенью пора всплеск респираторных заболеваний. В сезоне 2020 и вовсе можно подхватить два вируса сразу. Как обезопасить себя от микс инфекций, спросим у главного санитарного врача, Дмитрий Николаевич, скажите, наблюдается ли рост острых респираторных инфекций в Абруське? По санитарным правилам и нормам, с 40-й недели мы входим в предэпидемический период. То есть это период уже сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом, который продолжается до непосредственно уже эпидемического периода. Ситуация по острым респираторным инфекциям и по заболеваемости пневмониями у нас ежедневно отслеживается. То есть сейчас, на сегодняшний день, мы имеем небольшое снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями, если брать с предыдущей 38-39-40 недели. Однако заболеваемость у нас выше на 12%, чем это было в 2019 году. Вместе с тем, несмотря на снижение заболеваний острыми респираторными инфекциями, мы видим увеличение количества пневмоний. Скажите, а приючная кампания? Насколько я знаю, ее планируют завершить к ноябрю. Как сейчас идет? Что говорят цифры? Да, Министерством здравоохранения Республики Беларусь поставлена задача по завершению иммунизации против гриппа до ноября текущего года. В настоящий период времени уже привито более 25% населения города Бобруйска и Бобруйского района. что составляет более 60% от планируемого. Планируемое – это 40% от количества всего населения. Почему в этом сезоне прививка важна как никогда? В этом году мы видим, что на фоне подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями мы видим еще и подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Сочетание двух этих инфекций весьма нежелательно, потому что, в принципе, и коронавирусная инфекция – гриппоподобное заболевание, да, и симптомы, и органы мишени в принципе одни и те же, да, то есть, в принципе, страдают легкие, сердечно-сосудистая система. И если одновременно человек заболеет, то есть, лечение от гриппа и от коронавирусной инфекции отличается. И, соответственно, человек будет принимать дополнительные препараты, что не так хорошо, да, то есть, если любые медицинские препараты тоже оказывают свое воздействие и на ту же печень, и на выделительную систему и так далее. То есть, тут могут возникнуть и осложнения в придачу, связанные не только с двумя заболеваниями, но и с приемом большого количества лекарственных средств. В настоящий период времени у нас нет вакцины против коронавирусной инфекции, которую мы можем использовать для вакцинации населения, а против гриппа есть. Соответственно, ту возможность, которую мы сейчас имеем, ее необходимо использовать, чтобы себя обезопасить, обезопасить себя и своих близких. Скажите, какова обстановка в Бобруське с COVID-19 и масочный режим, он все еще действует? Что касается коронавирусной инфекции, по эпидемиологическому анализу мы видим, что в настоящий момент отмечается рост заболеваемости с темпом прироста 2%. Но это если брать сначала с регистрации первого случая заболевания. Если брать заболеваемость, сравнивать с сентября и августа месяца, то в сентябре мы имели уже на 50% заболеваний больше, чем в августе месяце. Тут причины, конечно, разные. Первое, это в связи с тем, что детские коррективы у нас были разобщены, потому что были на каникулах, а в сентябре месяца они снова вернулись в свои учебные заведения. Ну и также, в принципе, завершилась отпускная кампания, это что касаемо взрослых коллективов. То есть в основном люди старались отдохнуть летом, и потом возвращались в коллективы, не всегда были здоровы. И в связи с этим вот этот рост заболеваемости отмечался. Это одна сторона медали. Второй момент, который может быть даже более важный, наверное, наши люди уже просто устали от всех этих мероприятий, от ношения масок и всего остального, и начали расслабляться. Потому что если брать наши объекты торговли, наш общественный транспорт, то есть те места, где невозможно соблюсти социальное дистанцирование, к сожалению, маски используют далеко не все граждане. То есть не все жители города Бобруйска и Бобруйского района. Во многом, как будет развиваться ситуация, зависит от поведения жителей города. То есть если мы будем придерживаться тех правил, тех рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, нашего Министерства здравоохранения, санитарных служб, то тогда мы сможем заболеваемость держать под контролем. И у нас не будет большого прироста новых случаев. Поэтому масочный режим остается. 25 сентября текущего года решением Бобруйского госполкома был утвержден новый комплексный план профилактики COVID-19 в городе Бобруйске. В этот план были включены основные мероприятия, которые необходимо выполнять для того, чтобы снизить или спрофилактировать заболеваемость COVID-19. Одним из моментов остается все-таки масочный режим в учреждениях и масочный режим при посещении объектов, в которых невозможно обеспечить социальное дистанцирование. То есть где мы не можем соблюсти социальное дистанцирование, не можем обеспечить необходимую для нас дистанцию до другого человека, мы должны одевать маску. То есть и маску необходимость, одноразовые маски, напомню, их необходимо менять. Это не значит, что мы купили одну одноразовую маску и носим ее один месяц. То есть ее необходимо менять. Меняется она не реже, чем один раз, два, три часа. То есть максимальная для ношения маски – три часа. Есть ряд, но уже это не маски, а респираторы, с определенным классом защиты, там допускается их использование в течение рабочей смены. Надо просто меньше посещать людные места, где можно обойтись без этих прогулок в людные места. Лучше не ходить, лучше использоваться системой доставки продуктов. Сейчас многие в торговой площадке это предлагают, то есть доставку на дом для того, чтобы не посещать людные места. Это один момент. Второй момент – даже по дому, то есть стараться, если лица есть уже с заболеваниями, то немножко ограничить общение с ними, но не немножко, а ограничить общение с этими людьми, но использовать, соответственно, свою личную посуду, мыть ее и не использовать посуду других людей, что в домашних условиях, и как и другие предметы обихода. И те же полотенца, и салфетки, чтобы все это было индивидуально для каждого человека. Скажите, готовы ли больницы города к наплыву пациентов, если он будет, и как и в первую волну, тоже они будут в онкодиспансер и в инфекционку располагаться? В настоящий момент разработан план перепрофилирования нашей лечебной сети. На сегодня используются только площади Бобруйской центральной больницы. В случае необходимости, если это будет необходимо, предусмотрено уже изменение, в том числе с использованием площади других лечебных учреждений. Но пока справляемся, то есть пока мест хватает. То есть город в случае чего будет готов? Да, город готов. То есть если будет необходимость увеличения количества мест для больных людей, уже предусмотрено, каким образом это будет сделано, и в каком учреждении люди будут размещаться. На улице они точно не останутся. То есть будут обеспечены условия, в том числе и будут выполнены при размещении этих людей санитарные и плазмические требования. Скажите, хватает ли медикаментов и средств защиты? По информации Бобруйской центральной больницы, лечебные учреждения наши и наши поликлиники обеспечены месячным запасом необходимых средств индивидуальной защиты и медикаментов. Этот запас постоянно пополняется. То есть в настоящий момент на месяц ближайшей работы все это есть. Скажите, пожалуйста, кто чаще всего заболевает коронавирусом? При анализе распределения заболеваемости мы видим, что у нас болеют чаще люди от 40 до 79 лет. То есть возрастная группа людей, которая у нас старше 90, там процент очень маленький, это менее 1%, как и дети до 1 года. И в принципе дети, которые у нас до 3 лет, тоже болеют реже. Связано с тем, что они меньше общаются с другими людьми и у них обеспечено социальное дистанцирование. Люди, про которых мы говорим, трудоспособного возраста, и немножко старше, вовлечение их в эпидемиологический процесс связано с тем, что они чаще посещают, опять же, те же объекты торговли, чаще используют общественный транспорт, ну и, соответственно, не защищают себя, и в итоге мы имеем новые случаи заболеваний COVID-19. И поэтому еще раз говорю, что я обращаю внимание жителей города Бобруйска, что необходимо носить маски в тех местах, где вы не можете обеспечить социальное дистанцирование. Это очень важно. И правильно их использовать. Дмитрий Лайтер, главный санитарный врач Бобруйска. Спасибо. Сейчас другим темам. Коронавирус в топе обсуждаемых тем. Бобруйские эпидемиологи не дремлют, держат руку на пульсе безопасности. Монитарит ритейл, общепит и сфера услуг. Соблюдаются ли меры профилактики? Наша съемочная группа тоже отправилась в рейд. Медицинские маски и перчатки снова в тренде. ВОЗ бьет тревогу. Мир накрывает вторая волна коронавируса. В Европе число заболевших растет геометрической прогрессией. В России постепенно возобновляют ограничения. В Беларуси ситуация далека от критической. Но, говорят специалисты, стоит быть на чеку. Прежде всего, необходимо избегать мест большого скопления людей, массовых мероприятий, общественного транспорта, соблюдать социальное дистанцирование. Также необходимо иметь при себе одноразовую защитную маску или многоразовую. Обрабатывать руки антисептиком, следить за чистотой помещения, проветривать, проводить влажную уборку. Пандемию пока невозможно поставить на паузу. Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии продолжают держать руку на пульсе. Следят за соблюдением санитарных норм в торговых центрах, транспорте, жилищном фонде. Последние на особым контроле. Работы по дезинфекции жилфонда начаты 4 апреля и продолжаются по сегодняшний день. За отчетный период сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии обследовано более 500 жилых домов. Нарушения выявлены на более 120 объектов. Нарушители платят рублем. Безопасность превыше всего. Меры профилактики нужно соблюдать в каждом подъезде. Уборку с применением Д-средств проводят ежедневно. Просирают все от выключателя и кнопок в лифте до уличных лавочек и перил. Под прицелом эпидемиологов из сферы услуг. Особое внимание уделено тату-салонам, студиям визажа, парикмахерским. Словом, местам, где невозможно избежать близкого контакта. Бьюти-специалисты, отмечают эпидемиологи, дорожат здоровьем клиентов. Меры предосторожности здесь соблюдаются. Проводится проветривание, проводятся уборки. Посетители наши приходят в масочках. Мы тоже соблюдаем все гигиенические нормы. Тоже маски, перчатки. Сотрудники санстанции промониторили свыше 130 объектов бытового обслуживания. Нарушили 40 предпринимателей. На дверях двух заведений и вовсе пришлось повесить замок до исправления ошибок. С начала апреля закрыли и 109 объектов питания и торговли. Собственники не соблюдали меры профилактики респираторных инфекций. Работники, приходящие на работу, должны измерять температуру с последующей фиксацией специальных журналов. Специалистами центра гигиена продолжается постоянный мониторинг и будет продолжаться за объектами торговли, общественного питания по выполнению профилактических мероприятий по распространению коронавирусной инфекции. Кроме того, на полу должна быть нарисована разметка. Расстояние не менее одного метра. Меры предосторожности рекомендуют соблюдать и самим покупателям. В магазине надевать маску, прикасаться к наименьшему часту товаров, соблюдать дистанцию, на выходе воспользоваться десредством. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. История длиной в 75 лет. Бобруск-Сельмаш отмечает юбилей. За эти годы предприятие прошло нелегкий путь. После военное время застой, перестройка, развал Советского Союза – лихие 90-е. В 2012-м Сельмаш вошел в состав холдинга «Бобруйск-Агромаш». Так чем сегодня живет завод, покажем прямо сейчас. На Ровского 20 располагается одно из старейших предприятий города – «Бобруйск-Сельмаш». Но старичок он только по годам. По выпускаемой продукции в авангарде страны. Коллектив здесь небольшой. Технику для аграриев производит 118 человек. Формула качества – опытные работники и современное оборудование. Монитор, клавиатура, настоящий компьютер установлен на токарном станке. Аппарат отечественного производства. Человеку достаточно только задать нужную программу. Все остальное он сделает сам. Фишка Сельмаша – почвообрабатывающая техника. Самые ходовые товары – культиватор и барана зубовая. Что касаемо последней – длина 22 метра и почти 2000 зубов. Подходит под почву любого типа. Главные покупатели – Беларусь, Россия и Казахстан. Номенклатура выпускаемой техники довольно широкая. Порядка 30 единиц техники. Это и прицепы, это и бороны дисковые, это и дискаторы почвообрабатывающие, полуприцепы для тракторов, снегоуборочная техника. И ведется перспективная разработка освоения к производству сейлки пневматической. Здесь были и взлеты, и падения. Три года назад и вовсе поговаривали, мол, Бобруйск-Сельмаш больше не в строю. Однако предприятие развивается. Об этом свидетельствуют цифры. Объем продукции вырос почти в два раза. Средняя зарплата за сентябрь – 836 рублей. Чистая прибыль – более 600 тысяч за этот же месяц. Биография поставок широкая. От стран СНГ до африканского континента. На сегодняшний день предприятие «Бобруйск-Сельмаш» – это работающее предприятие, приносящее прибыль и делающее ту продукцию, которую надо на сегодняшний день в сельском хозяйстве. Значит, те машины, которые мы изготавливаем на сегодняшний день, а это новые машины «Бороны зубовые», которые на сегодняшний день проданы уже и в Могилевской области, и в Витебской, и в Гомельской, и в Брестской, на сегодняшний день только не присутствуют в Гродинской. Но мы над этим работаем. В 2012-м «Сельмаш» вошел в состав «Бобруйск-Агромаша». Управляющая компания ведет себя грамотно и демократично. Денежные потоки не уходят в главный офис. Что заработало предприятие, все оставляет себе. Тратит на свои нужды. Новые станки, повышение зарплаты, ремонт цехов и комнат отдыха. 75 лет – дата большая. Поздравления в адрес «Сельмашевцев» звучат в кинотеатре «Товарищ». Сувениры и слова благодарности от руководства холдинга и города. Лучших наградили грамотами и цветами, признательность за личный вклад в работу предприятия. Руководство «Сельмаш» отмечает – 75 только начало. Впереди большие задачи. Выход на новые рынки, наращивание экспорта и увеличение доходов работников. Ярмарка «Золотая осень» продолжает свою работу. Несмотря на холод и дождь, побручане спешат за покупками. Ассортимент здесь широкий – от продуктов питания до товаров для дома. Садоводы тоже могут удовлетворить свои запросы. Дары природы можно приобрести по самым честным ценам. «Картошку купили, капусту. А каждый год приходите на ярмарки такие? Конечно, да. Каждый год. Ярмарка – это классно». То есть торговля идет? Идет. А что покупают люди? В основном покупают картошку, морковку, капусту, лук. А вы каждый год приезжаете, торгуете? Да, я торгую каждый год. А людей с каждым разом больше или наоборот меньше? Нет, каждый год больше и больше. И как торгующих, так и покупающих. Ярмарка процветает. Торговые ряды размещаются на проезжей части вдоль Горького 41 за Горьцполкомом. Приобрести сельхозпродукцию можно с 9 утра до 3. Работа ярмарки продлится до конца октября. Конфликт на Горном Карабахе, новинки от Эппл и комендантский час во Франции. К чему может привести мера? Далее обзор самых обсуждаемых мировых новостей. Слово Анастасии Шевцовой. Две стороны одной медали. Франция вела комендантский час, отказавшись от карантина. Решение обусловлено не только социальной необходимостью, но и финансовой. По словам министра экономики Брюно Лемера, из-за нового всеобщего карантина людям будет невыносимо психологически. К тому же абсолютный локдаун ударит по бюджету Франции. Стоимость таких мер составит от 15 до 20 миллиардов евро в месяц. В то время как введение комендантского часа обойдется государству в 1 миллиард. Ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной, несмотря на объявленное уже почти неделю назад перемирие. Мирные жители непризнанной республики бегут из своих домов. Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе не стихает уже третью неделю. И от деэскалации говорить не приходится, несмотря на договоренности на высшем уровне. В столице Степанакерти появились новые могилы на кладбище. Жертвами обострения конфликта стали уже сотни людей. Президент Кыргызстана подал в отставку. Такое в истории страны, переживающей уже третью революцию, происходит впервые. Соранбай Женбеков сложил полномочия, несмотря на поддержку со стороны Москвы, Вашингтона и Брюсселя. После непродолжительных протестов ситуация в стране была близка к двустороннему конфликту. Когда военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты государственной резиденции. После непродолжительных протестов ситуация в стране была близка к двустороннему конфликту. Вслед за Женбековым об отставке заявил спикер парламента Канадбек Исаев, в результате чего во главе государства стал премьер-министр Садыр Жабаров. Greenpeace выдвинула свою версию об экокатастрофе на Камчатке. Специалисты зеленой организации приступили к обследованию дна Авачинской бухты с помощью беспилотного подводного аппарата. Сначала обследовали пляжи, где ранее были обнаружены мертвые морские животные. Ученые считают, что причиной гибели морских организмов и животных стало природное явление – вредоносное цветение воды. Но это еще не финальный вывод. Компания Apple представила линейку новых айфонов. Смартфоны будут поддерживать формат связи 5G. Впервые за историю яблочной компании. На этом особенность 12-х айфонов не заканчивается. Линейка включает четыре модели. iPhone 12, 12 mini, 12 pro и 12 pro max. Стандартные и мини-версии получили OLED-экраны на 5,4 и 6,1 дюйма. Процессор Apple A14 Bionic, две основные камеры по 12 мегапикселей. Версии Pro и Pro Max, соответственно, оснащаются OLED-дисплейами на 6,1 и 6,7 дюйма. Таким же процессором, но уже тремя основными камерами по 12 мегапикселей. Еще одно нововведение в айфонах – встроенная магнитная зарядка. Технология позволяет прилепить смартфон к беспроводной зарядке или новому чехлу. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бавруйск-360 и я Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Новая неделя, 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 новая неделя. Новая неделя, 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 новая неделя.